Вопросы КВНщикам, как я поняла, было задавать достаточно сложно, то есть в основном были такие пожелания, но кто что хочет сказать по поводу прозвучавшего? Ну я думаю, я начну. Вы знаете, очень много на самом деле сейчас, очень много сейчас мы увидели на нашем голубом экране, увидели очень много позитива от взрослых людей, то есть я все-таки вот о теме, я хочу пропедалировать тему Белуги, значит, этой девушки, я хотел бы, чтобы она просто, будет ли возможность у нас отвечать на вопросы? На сайте? На сайте, да. С нашей помощью, да. Вот, замечательно, спасибо вам большое за эту возможность. Очень много позитива прозвучало от людей, и вы знаете, наверное, вот тот самый ответ на вопрос, нужно ли этим заниматься, и чем вы будете заниматься после того, как закончите играть в КВН. Вы знаете, если мы радуем людей, если мы у взрослых людей, либо у маленьких людей, неважно каких людей, вызываем улыбки, вызываем смех, и вот такой вот позитив, и как видно, жители Славенска знают о нас и сопереживают, значит, мы занимаемся своим делом не зря. Не знаю, я лично просто заряжен позитивом от того, что стоит взрослый человек, а был и человек в годах, который задавал вопрос, и действительно, на самом деле, не заставили его задать вопрос, а он действительно, на самом деле, интересуется, чем же мы будем заниматься, и когда это все выйдет на тот уровень, на котором они хотят это видеть. А хотят они это видеть на первом канале. Ну, я хочу сказать так, мне кажется, всему свое время, а для того, чтобы достичь результата, непосредственно нам нужно работать, работать и работать. Мы совершенствуемся, не стоим на месте, и хочется быть еще лучше, и лучше, и лучше, и лучше. Слава, говорите. Ну, что хотелось бы сказать, да, я кое-что успел записать. Здесь вот вопрос был интересный, как вы поняли, что вы КВНщики. Да, в какой момент, когда это вот так озарение, или как это было? Ну, лично я помню, как у меня это было, Олег Игоревич зашел на пару, когда я учился в институте, и сказал, кто хочет играть в КВН, я поднял руку, собственно, так все и началось. Неосознанно, да? Ну, сначала неосознанно, а когда уже человек, когда я лично понял, что я КВНщик, это когда отыграл я одну игру, вторую, и когда дело шло к третьей игре, я уже понял, что я его жду, что я хочу этого КВНа, что я хочу не спать ночами, писать, придумывать, выходить и веселить людей. И когда ты понимаешь, что ты уже не можешь дальше без КВНа, тогда ты, наверное, и становишься понимая, что ты КВНщик. В общем, сначала понять очень сложно, поэтому мы всем ребятам, школьникам, молодежи, рабочим молодежи предлагаем просто пробовать что-то делать, стараться играть в КВН, ну и если получится, то это только здорово. Ну, вот и непосредственно тот вопрос, как можно, вот женщина задавала вопрос, а вот доча у меня как, чтобы доча играла в КВН? Вот, если это, а? Можно ли девочка? Можно ли девочка? Да, про проезд девушек, вот в вашей команде девушек нет. Ну, как вам сказать, вы видите только верхнюю сторону стола. Они просто не выходят. Не факт, они не выходят, да, вот в чем дело. Нет, на самом деле и девочка, и мальчик, и вот оператор наш замечательный, любой человек может прийти и заниматься КВНом, но только если он на самом деле этого хочет, и если он на самом деле готов к этому. Потому что это все не так просто, мы не будем углубляться в подробности, как все пишется. Ну, хочется думать, что это все-таки больше позитивно. Думайте. Да, пусть это будет мнение обывателя, зрителя вот вашего, ну вот оно такое, наверное, это все КВН для этого. Это ваша кухня, и какая она там где-то интересная, где-то сложная, а у зрителей-то вы должны оставлять, не оставлять чувство там безысходности, а наоборот. В этом и есть само искусство, показать самую красивую покушку айсберга, не показывая все это. Вот в том-то, видимо, и кайф КВНа для КВНщиков и для зрителей. То, что когда команда выходит на сцену, зритель видит только результат, который им подготовили, и только готовый продукт, который им преподносят. А КВНщик видит все это с тыльной стороны. Поэтому вот этой вот женщине хотелось бы сказать, что прежде чем привести своего ребенка, наверное, нужно основательно подумать. Да, потому что это очень сложно. Как говорил уже Слава, что КВНщик должен быть развит во всем. Вокально, танцевально. К нам это не относится, правда, танцевально. А вокально? Вокально, я думаю, относятся, но не ко всем. У нас замечательно поет Слава и Артем. Это так. Может, они наконец поют, вы будете говорить, а они будут что-то напевать. Ну почему нет? Ну я думаю просто, что после этого рейтинг телеканала вашего явно упадет. Значительно. Как бы не закрыли совсем. У нас есть своеобразный репертуал. У меня есть небольшой комментарий. К вопросам, да? Ну это больше даже не вопрос, а вот такое вот у него рассуждение на тему того, что очень здорово, что КВНщики занимаются своим делом, потому что это досуг культурный, что они не болтаются по улицам. В этом-то сам смысл, но я уже, наверное, со своей стороны, как руководителем молодежной структуры нашей администрации. В том плане, что молодежь, которую мы привлекаем к культурному досугу, к активной занятости в КВНовском плане, они пишут, они собираются ночами где-то друг у друга дома, может быть, там где-то в школе днем пишут, создают материал. Не обязательно ночами, с утра до вечера они собираются и занимаются именно своим творчеством. Потом приходят на репетиции, потом приходят на игры, приходят на игры зрители, которые смотрят на них и завидуют, естественно по-доброму завидуют, когда им рукоплещет весь зал. И тоже люди хотят заниматься хорошим делом, добрым делом, а не, как говорится, штатся где-то по улицам. То есть это и еще одна как цель. Еще один плюс. Еще один плюс. Копилочку. Ну, к тем минусам, которые снизу. Я наоборот, не как плюсом. Женя несколько раз проскальзывала тема в ваших ответах об авторах, о написании текстов. А кто, собственно, авторы? У вас это как-то процесс происходит, все заулыбались почему-то сразу. Как-то коллективно-творческий или есть кто-то, кто пишет, есть кто-то, кто на сцене, вот как это все строится. Все просто представили этот храм, в котором пишут материалы. То есть где-то вы, где вы пишете это все, где вы это все создаете и где вы потом репетируете, то есть на каких площадках. Их, в принципе, не так много в городе. Вот это на самом деле наша, вот прям, что за больно, любимый нам мозоль. Вот честное слово. Потому что на самом деле, где мы только не пишем, где поймались, там и начали писать. Свободная беседка. То есть места, честно говоря, места определенного у нас просто нету для того, чтобы собираться писать. А нужно? Хорошо, что, да, я думаю, нужно. Не то, что нужно, а необходимо. Вот в чем дело. Я прошу прощения, перебиваю, а не разрушит ли творческую атмосферу некое такое вот помещение, стол, стул, чистый лист бумаги, офис, да? Не разрушит. Мы даже к вам можем переехать. Поверьте, не разрушит. Это же в областном помещении идет речь. Идет речь о комнате, которая будет создавать атмосферу творчества. Атмосфера должна быть. Не атмосфера, просто попросту, если честно, сейчас такого помещения, где мы собираемся, можем собираться спокойно и работать, нету. Потому что КВН-то же еще и работа очень большая, мозговая и сложная. Вот, мы все собираемся, вот, у Славы, у Славы и у Игоря Алферова мы собираемся все дома. Каждый вечер они приходят с работы. Мы подъезжаем все с работы. Только поэтому, поверьте. Только поэтому они успешны. Мы собираемся... Это очень плохо, что только поэтому. И об вопросе авторства в нашей команде. В нашей команде мы попытались сделать следующее. Мы попытались создать тот механизм, где каждый из людей нашей команды составляет ту самую деталь. И вот вынешь одну эту детальку, этот механизм не будет работать. У нас очень... Цепочка некая. Да, это цепочка, да. У нас ребята, как это можно сказать, разносторонне развитые. И каждый в чем-то развит еще сильнее. Вот то, чего нам не хватает, вот мне чего-то не хватает, ему чего-то не хватает. Кто-то дополняет. Другой просто дополняет, да. И пишут в нашей команде, мы пишем себе сами. То есть мы не нанимаем авторов, мы пишем себе сами. Я считаю, давным-давно придерживаюсь того мнения, что себе нужно писать самим, иначе не будет такого развития и роста, какой должен быть. Потому что КВС-чик это прежде всего автор, автор сам для себя. Вот мы, собственно, и есть те авторы, которые сами для себя все это и придумывают. Но не только для себя, есть у нас еще и команды, с которыми мы работаем. Я, наверное, вот как бы своей профессии больше скажу, но вот где-то она сродни вашему занятию. То есть мы, вот журналисты, которые здесь работаем на местном уровне, мы в шаговой доступности от тех людей, собственно, которых снимаем и для которых это все делаем. У вас, в принципе, то же самое. И поэтому вот вопрос такой, допустим, о политике, о местной политике, о тех людях, которых вы видите вот воочию, с которыми вы ходите по одним улицам, вы шутите? И если шутите, то насколько корректно? Шутим ли мы в их адрес? Ну, вообще о политике. Шутим ли мы о политике? Вы знаете, мы давно с ребятами, наверное, придерживались того мнения, что если шутить, то, во-первых, смешно, и, во-вторых, шутить так, как еще не шутили. В большинстве своем мы не озадачиваемся темой политики, если честно. Потому что в КВН столько тем, которые можно затронуть. Политика не самая смешная для нас. Я скажу так. Но и о политике мы шутим тоже. Но только тогда, когда это точечно, остро, смешно и в своем месте, и в свое время. Ну, абсолютно.